здравствуйте друзья с вами канал дом и сад и я меня зовут александра в этом видео актуальная тема для садоводов и огородников посадка баклажана в открытый грунт баклажан очень ценный овощ в нашем рационе он имеет отличные вкусовые качества улучшает выведение излишков холестерина из человеческого организма а значительное количество калия в плодах баклажана улучшает работу сердца помогает выводить жидкость из тела и улучшает обмен веществ особенно показано меню из баклажанов людям которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и тем кто уже имеет очень уважаемый возраст вы выращиваете баклажаны на своем приусадебном участке я так точно да здесь я поделюсь своим опытом как правильно высаживать баклажаны в грунт поговорим о выращивании баклажанов из рассады и семян на огороде в открытом грунте также я думаю вам будет интересно узнать как правильно высаживать рассаду баклажанов когда нужно высаживать баклажаны в грунт как посадить баклажаны семенами и чем обработать баклажаны перед посадкой и сразу вопрос на засыпку а вы знали о том что баклажан подарила нам индия да да это индийский овощ странник через китай персию и афганистан он перебрался на наши грядки еще одна интересная деталь плоды баклажанов которые мы используем в пищу это с морфологической точки зрения ягоды правда разной формы и разного цвета как правильно вырастить баклажаны баклажаны любят тепло даже больше чем помидор и сладкий перец семена баклажанов начинают прорастать при температуре плюс 13 градусов цельсия но для более менее нормального развития молодого растения необходимо создать температурные условия от плюс 22 и дат плюс 29 градусов в такую прохладную весну как в этом году когда температура днем в наших широтах держится в пределах 10 11 градусов сходы семян баклажанов развивались очень медленно некоторые семена и вовсе не взошли пришлось сеять повторно как следствие у меня в этом году два вида рассады баклажан одна большая другая маленькая мартовская и апрельская думаю по размеру вы сразу сможете отличить где какая когда высаживать рассаду баклажанов открытый грунт оптимальная температура для выращивания баклажанов плюс 20 градусов цельсия но если срочно надо высадить то показатели на градуснике не должны быть меньше чем плюс 15 ниже 15 градусов цельсия растение прекращает свой рост и впадает практически в спячку рассаду баклажан лучше выращивать или покупать в отдельных рассадных стаканах потому что баклажан намного хуже чем томаты восстанавливать свою корневую систему после пикирования и пересадки если вы вырастили рассаду баклажана или приобрели ее на рынке постарайтесь высадить и подкрытый грунт с цельным комом земли так растение легче и быстрее приживется рассада хорошего качества должна иметь толстый стебель 5-6 настоящих листиков высоту примерно 15 сантиметров не более иначе это вытянувшаяся рассада и хорошо развитую корневую систему сроки высадки рассады баклажанов в грунт в центральных районах европы в третьей декаде мая первой декаде июня чтобы растению максимально избежать стресса стоит предусмотреть возможность укрытия баклажанов агроволокном или пленкой от пониженных температур ночью баклажаны тоже имеют разные сроки созревания как и помидоры существует и роднеспелые сорта и среднеспелые и позднеспелые рассада баклажанов до высадки в открытый грунт уже прожила примерно 50-55 дней своей жизни до того как появились и развились первые 5-6 настоящих листьев поэтому чтобы определиться со сроками посева баклажан на рассаду сосчитайте время в обратную сторону если ваши климатические условия позволяют высаживать баклажаны в открытый грунт в середине мая семена баклажанов на рассаду следует высевать в середине марта схема посадки баклажанов 60 на 30 сантиметров или 50 на 35 сантиметров первая цифра это расстояние между рядами вторая цифра расстояние между растениями лучшая схема полива баклажанов капельная в одном из своих следующих видео я расскажу почему какие места посадки любит баклажан лучшие грядки для баклажанов на рыхлых легких хорошо прогретых солнечных грунтах большим содержанием калия баклажаны любят влагу регулярный полив солнце и тепло они довольно требовательны к достаточному содержанию питательных веществ что положить в лунку при посадке баклажанов в открытый грунт поскольку баклажаны долго приживаются на новом месте то питательные вещества следует приготовить сначала как комплексное удобрение для внесения в почву в период весенней обработки а следующую порцию вносить как порционную подкормку в каждую лунку из расчета примерно 400 граммов две пригоршни на каждое растение вот список требуемых удобрений из которых надо сделать питательную смесь для удобрения участка под посадку баклажанов из расчета на один квадратный метр площади серно кислый аммоний 100 граммов суперфосфат 200 граммов серно кислый калий 100 граммов и перегной или компост 2 килограмма список удобрений для питательной смеси при внесении в каждую лунку при посадке баклажанов из расчета 400 граммов смеси на каждое растение серно кислый аммоний 100 граммов суперфосфат 200 граммов серно кислый калий 100 граммов перегной 10 килограммов или компост в этом году я баклажаны разместила на грядке где растет лук-шалот посаженный прошлой осенью как лук-сивок почва под посадку шалота удобрялась органикой лук еще будет расти примерно месяц пока окончательно созреет поэтому я высаживаю баклажаны без дополнительного весеннего удобрения участка баклажаны буду подкармливать под каждое растение а лук пока они прирастут и начнут укрупняться к тому времени уже можно будет собрать чем обработать баклажаны перед посадкой перед высадкой рассады с оголенными корнями я обычно поливаю такие растения укоренителями для улучшения приживаемости кроме того все высаженные растения баклажанов сразу после посадки следует обработать инсектицидами против колорадского жука после посадки следите за увлажненностью грунта поливайте рассаду по мере подсыхания верхнего слоя теперь поговорим о посадке баклажанов семенами как посадить баклажаны семенами когда сажать баклажаны семенами в грунт возможно ли это в европейской климатической зоне земледелия посадка баклажанов семенами это так называемый безрассадный способ посадки это отличная идея посадки если вы живете в субтропической или тропической зоне где достаточно теплого времени года для длительного вегетационного периода баклажан лучшее время для посева баклажан безрассадным способом таких регионах конец февраля начало марта и напоследок как всегда маленькая подсказка от ночного холода и чрезмерной дневной жары а также от нашествия колорадского жука молодые растения баклажана может уберечь белый укрывной материал соорудите металлические арочные конструкции по типу парника и укройте высаженную рассаду баклажанов агротканью которая согревает в холодные ночи и спасает от палящего дневного солнца днем еще слабые неукоренившиеся растения я использую для этого спанбонд или лутрасил понаблюдайте насколько растению понравится такая ваша забота и еще одно маленькое напоминание поскольку видео создано 2 июня я хочу вам напомнить пришло время сделать вторую подкормку чеснока возьмите аммиачную селитру и подкормите ваш чеснок чтобы головки были крупными хорошего урожая и не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк и поделиться этим видео в соц сетях чтобы как можно больше людей его увидели может им тоже актуальны некоторые советы по посадке баклажанов спасибо за просмотр скоро увидимся